Московская городская избирательная комиссия подвела итоги выборов. Они завершены официально. Результаты очень грустные, но, к моему большому сожалению, ожидаемые. Единая Россия и мой район получили абсолютное большинство. 1294 мандата. Потом Советы решили пропустить по несколько человек из других партий, видимо, для того, чтобы хоть каким-то образом изобразить демократию. КПРФ получили 42 мандата, Справедливая Россия 20, Новые люди также 20, ЛДПР 11, Самовыдвиженцы 26, а Коммунисты России 1. Партия Яблоко с боем забрала только три мандата. Один из них получил Василий Дикарев, который был депутатом все предыдущие пять лет в районе Якиманка. А главой депутатского корпуса там был Андрей Морев, который лишился своего пассивного избирательного права из-за того, что на его автомобиль злоумышленники приклеили наклейку с символикой умного голосования. Кстати говоря, еще из-за этого он отсидел 15 суток в спецприемнике. Дикарев смог победить на этих выборах из-за большой явки на участках, потому что по бумажным бюллетеням он получил первое место, и электронное голосование уже этот результат перебить не смогло. В других районах, к сожалению, явка была гораздо меньше, и электронное голосование взяло верх. Вообще, ДЭК это, конечно, удивительный инструмент для власти на выборах, потому что наблюдатели не имеют абсолютно никакой возможности его проверить. Можно, в общем, делать абсолютно что хочешь. В Таганском районе таким образом благодаря ДЭГу прошло восемь единороссов, один справедливорос и один коммунист. Меня поддержало 1568 человек, но электронное голосование за единороссов абсолютно уничтожило этот результат. Хочу обратить особое внимание, что электронная явка превысила все наши самые плохие прогнозы. Дистанционно решила проголосовать 1 миллион 740 тысяч 616 москвичей. Надо сказать, что многих к этому принудил работодатель. Даже среди моих знакомых есть люди, которые сообщили о давлении начальства. В общем, вы и сами все знаете, наверняка мое видео будут смотреть люди, которые с таким столкнулись лично. Очная явка, к сожалению, оказалась гораздо ниже. Как в случае с Дикаревым стало абсолютно ясно, электронные махинации можно было перебить личным приходом на участок. Но этого, к сожалению, не произошло. И теперь в Москве полностью провластные советы депутатов, за исключением единиц, которые, к сожалению, уже ни на что повлиять особо не смогут. Повторюсь, что за меня проголосовало 1568 человек, и я искренне благодарю каждого. То, что произошло, это абсолютно не является поводом для расстройства, а поводом для того, чтобы работать дальше. Партия Яблоко провела большую антивоенную кампанию, главным лозунгом которой стал «За мир и свободу». Многие москвичи получили легальную возможность высказаться в поддержку этого лозунга, что они, собственно, и сделали. Кандидаты по всей Москве активно распространяли листовки с этим лозунгом, проводили встречи на эти темы и, самое главное, разговаривали с людьми. К сожалению, иметь депутата с такой позицией для власти оказалось абсолютно невозможным, поэтому результаты выборов говорят сами за себя. Я хочу поблагодарить партию Яблоко за предоставленную возможность вести кампанию под лозунгом «За мир и свободу» и лично Григория Явлинского за оказанную поддержку и советы в ходе выборов. У вас замечательный кандидат. Что это значит, замечательный кандидат? Это значит, что это человек... Для меня вот что значит это? Значит, что человек честный, умный и сильный. Ведь ее главная мысль в листовке «Мы за мир». Также я не смогла бы провести такую кампанию без моих единомышленников и близких. Пожалуйста, распространите это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что произошло на выборах в 2022 году.